На улице действительно тридцатка. Слушайте, как холодно, да? Я забыл, что это такое. Ребята, всем привет. 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 В общем, ребята, все на сборах. Привет. Привет. Все на сборах. Сегодня у нас 28 число, а это значит, что мы летим в Россию. Еее, мы летим в Россию. Ура. Чемоданы сегодня с Катей все собрали, заполнили подарочками, сюрпризиками, теплыми вещами. Часть теплых вещей на себя уже оденем, потому что, чтобы как бы полегче было, по крайней мере, вот эту обувь мы обуем сейчас. Прошу, а это вот мои. Вот, это вся обувь зимняя, мы ее приобрели здесь. Смотрите, какие девчатки. Бошмачки. Бошмачки. Решили поехать на метро до аэропорта. У нас ночной перелет. Утром, завтра будем уже в Иркутске. Новый год, встречает родня, снег. В общем, дети давно этого всего не видели. Новогоднее вот это вот, в смысле настроение. То есть, это будет все сходу. Будем, поснимаем наш перелет. Вот они все такие. Тоже дайте от поездки. Я хочу, чтобы в самолете были вот эти такие телевизорки с пультиками еще, чтобы кормили. Я тоже хочу такой вот, чтобы был экранчик. И там можно, там есть такой пульт, и можно играть вот так вот. И смотреть пультики. И смотреть пультики. Да. По зиме соскучились? По зиме. Пусть, я не хочу в снеге плавать. В снегу, а не в снеге. А мы взяли это, очки? Нет, не взяли. В общем, девочки хотят упасть в снег и вот так вот просто валяться. Вау, вот они валятся. Короче, поснимаем наше увлекательное путешествие в Россию. На родину поедем. Будем отмечать Новый год настоящий. Это и в школе теоретия. Поехали. Пока все идет по плану. Есть вероятность, что мы успеем. И по поводу, кстати, предпоследних двух видео я снимал на новую камеру DJ Osmo Pocket. Вы знаете, я услышал вас и достал свою старенькую Соньку. Маленечко чуть поиграл с настройками. Сделал все, чтобы вам понравилось. Картинка и так далее. Звук. В общем, часть на себе зимних вещей, часть с собой зимних вещей. Беру с собой обязательно ноутбук, чтобы скидывать материалы для монтажа. Технику, чтобы снимать все это дело. И два чемодана мы проплатили багажа. Едем дальше. Ура! Мы успели. Нам еще ждать часа три, наверное, до самолета, ребята. В общем, не стали заморачиваться там с такси, потому что нужно таксисту объяснить, что у нас два таких здоровых чемодана. Приедет какая-нибудь еще маленькая машинка. Мы туда еще не влезем. Ну, в общем, решили на последнем метро поехать. До аэропорта ехать дольше, чем на метро, на такси. И если попадешь в пробку, то можно вообще простоять. Поэтому лучше двигаться на метро как-то уже почетче. Уже точно знаешь, во сколько будешь. Кстати, ребята, хорошая новость. В январе пройдет презентация новых продуктов от Sony. Я, естественно, жду от Sony какую-нибудь новую экшн-камеру. Хочу перейти на более свежий формат. Я надеюсь, что что-то добавится. Может быть, экранчик предпросмотра появится. Может быть, зум. Не знаю. Может быть, дополнительная стабилизация. Посмотрим. Появится, возможно, допустим, Sony FDR X4000, допустим. Первый терминал, конечно, уже не так нарядно выглядит, как второй, да, Кать? Такой достаточно современный. Но мы уже были во втором терминале. Там гораздо красивее. И он новый. Кстати, нам уже в комментариях, и не только в комментариях, в личку даже, кажется, писали, что открыли новое направление с Гуанчжоу до Иркутска. Спасибо, конечно, ребята. Мы уже знаем. Мы еще с ноября или с октября ждем это. Ждали, когда откроют. Это направление, да. Потому что вот эти пересадки. Мы сказали, что в декабре откроется, и мы прям ждали, ждали, открыли, и мы сразу начали смотреть билеты. И так как мы летим, получается, прямым рейсом с Гуанчжоу до Иркутска, возможно, самолет будет полон русскоговорящих пассажиров. И, кстати, вот они все, вот эти вот русские, которые едут в Иркутск. Смотрите, какая большая группа. У них забрали все паспорта, и они сейчас все стоят на регистрацию. Это китайцы. Поехали посмотреть, как празднуют русские Новый год, да? Почему бы и нет, да? Вау, посмотрите. Прошли, в общем, ребята, досмотр. Я думал, он придется вытаскивать всю технику, аппараты, фотоаппараты, камеры. Выгрузили буквально один отсек с всякими там проводочками, там, пауэрбанками. И все, голос такой, эээ, все, уже спать охота. Маленькие лялечки. Вот такие хочется. Вот так вот, вот так вот сделать. Вот такие лялечки. Папа, просто ночью, не трогай уже. В принципе, отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Авиакомпания Север подарила подарочки, репетишкам. Ребята, Байкал пролетает. Как погодка? Холодно, да? Девчонки сразу запечатки достали, начали упаковываться. Тебе как, Катя? Ну, свежо, свежо. А что, туда можно заходить, что ли? Давайте, выходите, скорее. Выходим, выходим. Выходим, выходим. Привет. Ой, снимают, такие довольные. Давно не виделись, да? Привет, Катя. Довольные. Довольные. Вкусная такая. Дарёва. Дарёва. Какие мои вкусненькие такие. Халюченькие такие, вкусненькие. Что, устали ждать? Королю вещи. Королю вещи. Королю вещи. Жарко же, где бы она все поделилась. Ну что? Козуля. Чего у вас так холодно-то, понятия? Да что ты говоришь? 28. Я же тебе присылала. 28, ничего. Вчера сказали, вчера сказали по радио, в Иркутске потеплело, до минус 20 лет. Мы вас поддержали, мы там сидели. Последние самые последние. Ну что, встретились? Довольные? Довольные? Берём. Ой, такой сильный. Но... Миша-то скоро славу уже там догонит. По-любому. Такая шляпка холодная. Сразу замёрзла ребёнок, там скучился. По-морозу, по-настоящему. Пускай ощутит всю мощь Сибири. На улице действительно тридцатка. Прям выходишь и прям вот сразу же, да? Да как холодно, ё-моё. Ты что, уже забыл, что это такое? Я забыл, что это такое. Реально, где что-то торчит и что-то не одето. Сразу же замерзает, сразу же. Надо подштанники одевать. Слово, я ж тебе вот на вас... Перчатки одевать. Я отправляла. Шапку одевать. Я же тебе отправляла видео, я надела подштанники. Я-то думал, что это, весь самолёт будет русскими. Все иркутяне, земляки, ангарчане. Одни китайцы. Я там, может быть, русских, я не знаю, человек 5-10, наверное. Татьяна Анатольевна, вы видели, сколько просмотров набрало видео с распаковкой гостинцев из России? Да, 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 классно. Я говорю, надо тёщу опять с гостинцами туда. С гостинцами, просим ещё раз в Гуанчжоу с гостинцами. Ну вот, хотела на Новый год поехать, перебили. А ещё лучше маму ещё возьмите с собой. Багажом. Да, да, да. Почему багажом? Будете вдвоём распаковку делать, сумочек. И у меня распаковку сделает. Там гостинцев в два раза больше можно будет увезти. Конечно. Так что, Люда, ты это мотай себе. Рыбку, мясо обязательно. А на улице вот такая красота. О, наши поехали. Наши поехали. Вот, Маша на машине приехала с мальчиками и Катю туда с чемоданом. Вот, мы сейчас, давайте план действия, куда сейчас едем? Мы сейчас едем в метро, заедем. Быстренько сделаем покупочки. Быстренько. Быстренько, да. И поедем домой. Домой, домой, домой. Не, ну а ты как же кривая же, Катя. Проезжаем справа Китай, город. Большой рынок. Здесь очень много китайцев. И очень много китайской продукции. Это очень популярный рынок в Иркутске. Все, мы приехали в метро. Сейчас маленечко поглазеем, какие здесь цены. Купим небольшие покупочки. Купим покупочки, прикольные, я сказал. Метро. Метро, кстати, от китайского сильно отличается. Продуктами, естественно, и ценами. Посмотрим маленько, поглазеем. Что, куда ты меня ведешь? Я же попросил. Что ты хочешь? Чай вот этот вот, теплый. Теплый, он холодный. Понимаешь, он холодный. Он теплый. Вот, ладно. Ну, бери. Взяли наше любимое винишко. Ах, полусладкое вкуснотища. Какое изобилие консерв. Просто попали какой-то в рай консервный. Горошек. Вот там у нас нету такого изобилия горошка. Мы за 28 юаней, понимаете, покупаем примерно вот такой вот объем. А здесь можно за 28 юаней вот такую баню еще взять. Сколько здесь? Сколько здесь? Здесь 2,5 килограмма, а 2,9 килограмма. 2,9 килограмма. 3 килограмма. Ух-ху-ху. Так, девочки, сделали покупочки. Настроение сразу же улучшилось. Может быть, киндер, шоколадки и там еще какие-то шоколадки. Все, мы сейчас переместились плавненько в мясной отдел. Вот здесь уже мне больше нравится. Сколько видов куриц, сколько видов мяса. Что уберете, Татьяна? Я хочу ребрышек взять на один раз. Готовить будете? Ребрышки? Ой-ой-ой. Вот уже становится интереснее. Здесь колбаса уже пошла. Что? Я хочу получать плавленый сыр. Плавленый сыр? Да. А где он? Он там. Майонез. Майонез превращает доширак в деликатес. Так, не это. Давайте, вот, смотри. Обычный, сливочный. Взять и все. Окей. На. Ой-ой. Торант. Пятипроцентный давай. Хороший выбор. Вот этого холодильничка буквально не хватает. Чтобы прям, чтобы было хорошо здесь. Чтобы там было, то есть, хорошо. Мика, ты что там взяла? Скажи. А? Довольная такая вообще. Ой-да. Скажи, это вкусные йогурты. Какие-то йогурты набрали. Слушайте, у нас такая корзина получилась. Это, видимо, почему мы сильно соскучились, да? Ну смотри, какой. Там с ягодой. Еще впереди рыбный отдел, Татьяна Анатольевна. Нас порадуйте, пожалуйста, тоже. Я думаю, надо икорки взять. Икорки, нет. Икорки нас не удивить. Мы еще ту икру еще доедаем, ту, которую вы привозили. Да? Да, мы буквально перед отъездом бутербродики ели с икрой. Что, икры, чем мы здесь? Середочки нам еще не хватало. Сейчас середочки возьмем. Шикарные. Шикардосы. Да, вообще шикарные. Почистишь? Да, почищу. Давай, берем. Я уже вижу, что я хочу. Я хочу квашеной капусты, Татьяна Анатольевна. Нормально. У вас есть квашеная капуста? Нет. Ну, Маша какую-то делала в гараже стоит, но я ни разу не брала. Давайте возьмем. Я не знаю, вкусно она нет. Закусочная с хреном? Нет, вот, смотрите, здесь семечко укропа. Укропа. Вот. Что тут еще надо? Морковка, семечко укропа, соленая. Так это просто квашеная. Нормально? Берем. Мама, ну купи капусту. Кислое слово. Есть капуста? Мама, ну я такую хочу капусту. Магазинскую. Она вкуснее. Глаза, чтобы потом из орбиты лезли. С муком, с маслом. Слушай, прикинь, соскучился по капусте. Вроде бы не сложно, но надо будет, кстати, сделать самим. У меня есть много. Надо будет заквасить дома. У нас капуста есть. Конечно. Семечко укропа есть. Ой, красота такая, вообще не знаю. Это твоя слабость, да? Ой, ой, ой. Он такой голесенький, такой красивенький. А цвет какой миленький. Ой, вообще красота прямо. Довольная такая. Все, мы закупились. Едем домой. А на правом мы можем наблюдать поворот на Росне, где я проработал целых 10 лет. Хотел сказать, вспоминай это как в страшном сне, хотя нет, там тоже были моменты интересные. А что в страшном сне? Молодые были, что страшный сон-то? Во всем есть сон. Ну, да, да. Во всем есть сон, да, аработки были. Ёлка, девочки, горка, лёд. Ледовые. Ленин стоит. Тут просто дети снег увидели. Просто все бросили, пошли со снегом знакомиться. Вот наша Мося. Здорово. Здорово, ты сама. Здорово. Обувь решает. Ой, какие большие места. Ужас. Кошмар. Баску, родца. Замы выдавать надо будет. Вот так вот. Там китайцы есть симпатичные? Ну, они не смотрят на китайца, представляете, Вячеслав Николаевич, да? Выбирайте. Только с русскими дружат. Что вы делаете? Китайский учим. Бабушка любит, скажите. Китайский учим. Дальше. Ну, скажи, что ты умеешь уже. Я? Угу. Привет, как дела? Давай, говори. Нихао. Нихао. Нихао, мах. Нихао, мах. Нихао, мах. Нихао, мах. Что такое значит? Как твои дела? Вот это то, что учишь сейчас. Давай. Яблоко. Яблоко запомнила? Пинго. Ника, повтори. Пинго. Похоже? Как бабушка говорит? Да. Помидор. Сихонши. Сиамши. Сихонши. Похоже, да? Угу. Конфета. Танго. 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 Пятерку ставишь? Молодец. Бабушке, пятерку ставишь? Да. Молодец. Ребята, в общем, решили закончить наш день прогулкой на горку. Мы сейчас едем на площадь. На улице все по-прежнему холодно. 26 градусов показывает. В общем, мы маленечко были заняты днем дела. Заботы там, в общем, налоговая, банк-клиент и так далее. В общем, много было дел. И маленечко забыли, то, что мы в России на угольном состоянии. Ну, ничего мы не забыли. Мы решили пополнить вот это все, понимаете. Мы сейчас едем. Посмотрите, какая здесь красота. В общем, приехали. Сейчас здесь покатаемся полчасика, буквально померзнем. И домой. Ура. Ура. Дети вот тоже хотят. Хочу, 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 хочу. Супер. Супер. Вертельный номер, и я лечу. Тва, три. У-ху. Вот так-то до конца на горке прокатились. Возле елки сфоткались. Пора домой. А тут, посмотрите, кто у нас подошел. Женя подошел к нам. Привет. Дружище наш. Это у меня день встреч, да? Слушайте, как холодно. Я сейчас пытался просто полетать. Буквально там сколько я полетал, блин. У меня руки так замерзли. Надо было сесть в машину. Но я маленечко боялся его из виду пускать, потому что здесь очень много проводов. Хотел программно полетать вот так вот вокруг этой елки. Ни фига не получилось. Ну ладно. Что есть, что есть. Ой, детям-то вообще нравится. Как можно вот это все закончить, да понимаешь? У него ресницы замерзли. Я вообще не могу, мне холодно. Слушай, ну мне нормально. Мне только ноги подмерзают маленько. И руки, кстати, отогрелись. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. О, ой. О, ой, ой.